МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не всегда интересно, потому что ты можешь показать свою продукцию, у тебя могут оценить ее качество. Еще мы отдаем образцы на дегустацию, где работает дегустационная комиссия и опять-таки оценивает наши образцы. Ценность винного фестиваля и в деловой программе. Специалисты начинают обсуждать проблемы и перспективы отрасли в экспоцентре, а продолжают за круглыми столами. Говорят о потребителях и о том, как заинтересовать их донскими напитками. С учетом того, что доля продукции местных производителей на полках сегодня растет, то, безусловно, спрос рождает предложение. Конечно же, потребитель сегодня, он более, как я сказала, избирателен. И потребитель сегодня уже знает, что такое донское вино. Те, кто попробовал донское вино, поверьте мне, предпочтение всегда остается в пользу нашего донского региона. Вина формирует и особый вид туризма, энногострономический. Желающих отправиться в путешествие по винодельческим хозяйствам все больше. Специальные туры устраивают и для представителей сетевых торговых компаний, чтобы продавцы смогли лично оценить качество донских напитков и выставить их на полки. Виктория Щетенина, Дмитрий Романченко, на Дону. Считаем, что прошел мокрый снег с дождем, а на термометрах 0-1. Трасса подмерзла и начались аварии и заторы. По всей области службы экстренного реагирования вместе с местными властями отработали зимнюю чрезвычайную ситуацию. РНФ-93, я РНФ-23. В этот мобильный пункт управления с помощью спутниковой связи стекается информация со всей области. Есть контакты с федеральным управлением. Необходимо владеть информацией, оперативно реагировать на какие-то события, чтобы знать, где что происходит и вовремя принять какое-то решение. Соответственно, это может спасти либо жизнь, либо защитить имущество от того же пожара. Вдоль дорог развернули пункты обогрева и питания, а главное, проверили исправность техники и слаженность ее работы. Однако не все руководители отнеслись к учениям ответственно. Так в Таганроге тренировку провели формально, а отчитались о полной готовности и не ожидали, что их проконтролируют. На деле оказалось, что они блефуют. Реально технику они не проверяли, графики взаимодействия не проверялись и так далее. Я думаю, что поставленный вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности этих руководителей возымеет на них действие. Ну а лучше всех готовых к зимним ЧАЭС, как показали учения, подразделения Новочеркасска, Октябрьского и Оксайского районов. Юлия Карасюк, Олеся Слонько, Юрий Бабенко, Надону. Выходите в центр, меняем направление, меняем исходные положения всадников. Для Виталика упор на одну руку. Здоровую руку фиксируем, упор на пораженную сторону. Вот так, с каждым новым кругом по манежу, малышей с неврологическими заболеваниями постепенно ставят на ноги. Это необычная верховая езда. Каждое упражнение рассчитано на работу определенной группы мышц всадника. Поехали, еще полкружочка задом наперед и будем пересаживаться. Еще в феврале на первых занятиях ипотерапии пятилетний Виталик ездил на лошади лежа, не мог держать спину и сидеть. Из-за перенесенного менингита не работали левая нога и рука. Врачи не надеялись, что мальчик начнет ходить. Как бы улучшение динамика есть, это очень радует, потому что ребенок стал сам ходить, сам ногинаться, подниматься по ступенькам. Ипотерапия помогает в реабилитации после инсультов при таких заболеваниях, как детский церебральный паралич, аутизм. Мы воздействуем именно на организм всадника, то есть на костную мышечную структуру. Но самое главное, самый такой интересный лечебный эффект ипотерапии – это воздействие на нервную систему. И есть очень хорошие уже сегодня результаты, когда от нескольких тренировок, от нескольких занятий у детей появляются улучшения в опорно-двигательном аппарате и улучшения в психоэмоциональном состоянии. Лошадь должна быть спокойной, дружелюбной, но при этом энергичной и активной. Только у таких животных подходящий терапевтический шаг. Для занятий ипотерапии подходит только здоровая лошадь, не моложе 6 лет. Ведь в этом возрасте у нее уже сформировался опорно-двигательный аппарат. Ведь любой дефект может нанести вред здоровью животного, так как оно испытывает большие нагрузки во время занятий. Занятия всегда проходят под контролем врача-физиотерапевта и инструктора. Ипотерапия в России существует больше 20 лет, но пока Минздрав не признал ее официальным методом реабилитации. Несмотря на это, в Ростовской области можно получить направление от педиатра на лечебные уроки верховой езды. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, на Дону. Против диабета все вместе. В социальном партнерстве в Донской столице с больными с сахарным диабетом встретились медики, представители власти, бизнеса и общественных организаций, чтобы помочь решить проблемы. Желающие проверить уровень сахара и проконсультироваться у эндокринологов встают в очередь. Диабет нужно распознать как можно раньше. На Дону 140 тысяч зарегистрированных больных, а вообще болеет каждый 15-й. Просто не все об этом знают. Но жить с этим заболеванием можно и даже нужно, не ограничивая себя в любимых делах. Мастерицы доказывают это своими поделками и рисунками. Фармацевтические компании знакомят с лекарственными новинками, а социальное партнерство с клиниками помогает людям вернуть зрение. У меня была ситуация, когда мне необходимо было делать операцию на глаза, мне ее сделали бесплатно. Глава клиники, он по обязательному медицинскому страхованию принимает всех пациентов с диабетом бесплатно. Ошибочно полагать, что заболевание – это возрастное. Ему подвержены и молодые люди, и даже дети. Но миф и то, что с диабетом долго не живут. Валерия Хайтович входит в 20-ку россиян, которые прожили с диабетом больше полувека. Конечно, здоровый образ жизни, конечно, в молодости, когда были какие-то вечеринки, праздники, кто-то там предлагал выпить или что-нибудь, я придумывала что-нибудь, типа того, что талию берегу или еще что-нибудь. Эти всякие травы, бабушки – все это ерунда. А вот общение с такими же больными – это очень важно. На таких встречах можно получить информацию о льготах, оформлении инвалидности. Решать вопросы помогают сотрудники Минтруда, службы занятости и пенсионного фонда. Вторая часть вопроса по льготному лекарственному обеспечению. И надо отдать должное руководителям фармуправления нашей области. Они практически на 100% эти вопросы решают прямо в зале. Эффективность борьбы с диабетом показывает снижение числа тяжелых осложнений и рост продолжительности жизни больных с 56 до 71 года. Мария Филинкова, Ксения Николаева, Юрий Бабенко. На Дону. Дон – наш общий дом. В этом смогли убедиться гости Всероссийского фестиваля национальных культур. В его программе не только праздничные концерты, но и конкурсная программа. Так что без призов и подарков гости не уедут. Дон – наш общий дом. Ключевое слово сегодня – дом. Все гости, независимо от прописки и национальности, уже ростовчане. Приглашая гостей, мы непременно хотим угостить их чем-то особенным – домашним. И уже с фестивального порога можно убедиться – гостеприимство остается традиционным. Вы можете, кстати, ознакомиться. Пахлава, Гета. Много зелени мы употребляем. Также у нас есть национальное блюдо, называется «женгелов гадз». В переводе дословно это хлеб и зелень. Я сама из интернациональной семьи. Мама у меня русская, папа чеченец. У меня две культуры в семье. Однорупники у меня дагестанцы, русские. Всероссийский студенческий фестиваль национальных культур проходит с конкурсной программой. По хореографии, вокалу. Есть и спортивная часть. Хотя, наверное, сегодня победит дружба. У нас на Кавказе очень много национальностей. И, соответственно, мы очень дружно живем на Кавказе. Мне очень нравятся традиции грузинских народов. Грузинские народы, они очень зажигательные. У них очень зажигательные танцы. И в какой-то степени мы даже равняемся на их вот этот азарт. Вы обратите внимание, сегодня присутствуют все руководители национальных общин и национально-культурных автономий Ростовской области. Я думаю, что мои коллеги меня поддерживают. Мы все восхищением смотрим, как сегодня живет и действует молодежь. Спасибо вам огромное, ребята. Мир и добра. С праздником. Из любой поездки мы привозим воспоминания, рассказываем о новых встречах и друзьях. На Дону сделали все, чтобы фестиваль запомнился, как яркий праздник дружбы и молодости. Галина Белоусова, Сергей Вишняков. На Дону. 10 лет вдохновения и побед. Именно столько времени существует и совершенствуется баскетбольный клуб Ростов-Дон. Было и выступление в главном российском дивизионе, и чемпионство в Суперлиге. И хотя юбилейная дата была в феврале, праздник отложили до ноября. До игр с московским «Динамо-2». В дебютной встрече хозяйки сделали результат уже в стартовой четверти. И лишь расслабившись в концовке, позволили гостям сократить разницу в счете. В итоге победа 76-68. Перед второй игрой торжественно вспомнили всех. Ветеранов донского баскетбола, игроков первых команд и партнеров. Агент-директору клуба Елене Швайбович первые лица города вручили знак отличия за вклад в развитие спорта в Ростове-на-Дону. Мне приятно, что город отметил мои заслуги перед городом, перед областью. Я действительно тружусь на благо ростовчан и Ростовской области. Извиваю баскетбол. Спасибо. Один из лидеров клуба Евгения Окснер, хоть и выходит на площадку перед матчем, помочь своим не сможет. Не успела оправиться от травмы, полученной в игре с Сыктывкаром. На старте ростовчанки действуют результативно. В первой 10 минутке зарабатывают 17 очков. Правда, москвички ничуть не уступают и идут вровень. Игра удается Дарье Просолубовой. Набрав 16 очков в первой встрече, Даша стопроцентно атакует и во второй. Но только со средней дистанции. Дальние броски у команды не идут. В этом компоненте «Динамо» нас переигрывает и вырывается вперед. 34-35 после первой половины. За четыре минуты до конца матча хозяйки уступают 8 очков. Но в нужный момент трехочковый забросила Елена Чалая. Затем точные штрафные Джейн Морозовой и попадание из-под кольца переводят игру в овертайм. В котором повела за собой капитан. Яна Котова помимо других результативных действий заработала 4 очка. Ростов-Дон-Юфу победил 76-75 и по-спортивному поздравил себя и болельщиков. После 10 игр Ростов-Дон-Юфу уверенно занимает вторую строчку в таблице Суперлиги. Ее уступают лишь курскому «Динамо Фарм», которая приедет в гости 23 ноября. Лев Клинов, Тагир Фатахов. На Дону. У Ростова новый театр комедии. Классика. Театр не классический, поскольку не начинается с вешалки. Ведь ни гардероба, ни своего здания у него нет. Так что первый официальный сезон открыли на сцене филармонии. Наверное, только фанаты театра могли пойти на такой эксперимент. Каждый раз обживать новую площадку. Репетиционная база у нас очень появится. Скоро очень-очень хорошая репетиционная база. А вообще мы и не хотим иметь свое помещение. Мы желаем быть поближе к народу. Поэтому мы будем как можно больше охватывать площадок. Не только в Ростове, но и в области. А может, чем черт не шутит, и дальше пойдем. Для официального открытия выбрали французскую комедию из жизни театрального закулисья. Чай с мятой или лимоном? Сюжет в тему. До примера рукой подать, а на сцене одни проблемы. Главный герой Жильен не может запомнить текст. Да еще и получает легкий удар током. Работники сцены заняты своими делами и на артиста внимания не обращают. Ришар придумывает гэги. Для себя и для других. Но они совершенно не убеждают партнеров. Тогда он залезает сверху на шкаф, чтобы попасть внутрь. И проваливается. И вуаля. Да, неплохо, правда. Что мне нравится, грешай. Так это его изысканная остроумия. Город, выплатой не лучше, чем никакая. Ума палата, да это горбата. У паршивой эвцы язык бескостен. А дурак дурак полет издалека. Людишь колодец полетит, не поймаешь. Мы просто читку провели. Мы поняли, что это интересно, это надо делать. Мы это сделали. Теперь нам остается все накатывать, обрастать мясом, чтобы спектакль зажил полноценной жизнью. Полной жизнью теперь будет жить и сам театр классика. А поскольку он создан при содействии одного из ростовских благотворительных фондов, часть доходов пойдет на благие цели. Галина Белоусова, Андрей Токарев, НДАН. Редактор субтитров А.Семкин